Наш утренний эфир продолжается. Поверка и проверка. В чем разница? Ответ на этот вопрос точно знают те, кто помнит, что проводить поверку счетчиков воды обязательно. Когда нужно проводить поверку счетчиков и кто должен за это платить? Спросим у нашей гости. У нас в студии Татьяна Кузнецова, начальник колл-центра водосбыта. Доброе утро! Татьяна, доброе утро! Вот расскажите нам, кто и когда должен проводить ту самую поверку счетчиков? Поверку счетчиков в городе Минске проводит Минск Водоканал. По обращению потребителя. Потребитель дает заявку в наш колл-центр. Он звонит на номер 119 или городской номер 289-42-22. Ему отвечает робот, который может проверить по адресу, нужна ли поверка или не нужна. Если нужна поверка, робот также примет вашу заявку. Если не нужна, он вам ответит, когда срок следующей поверки. То есть это все делает робот? Да. Настали времена технологии. То есть нам не нужно даже самим потребителям следить, сколько же там осталось до окончания срока, когда нужно проводить следующую поверку. Просто позвонили, набрали, и робот все сказал. Да. А если мы забыли про этот звонок, позвонит ли сам робот о том, чтобы напомнить, что эй-эй, пора проверить? Да, также мы тоже делаем обзвон потребителей на городские. И еще дополнительно, когда наши контролеры проходят с плановой сверкой, тогда они выдают уведомление, если у вас срок поверки закончился, вы получаете уведомление о том, что нужно поменять счетчики. Мы уже это обсуждали, что когда отключают горячую воду, он, наверное, звонит с холодными звонками, поэтому стал отвечать робот по этому поводу. Такой вопрос, достаточно актуальный и наболевшим. Сколько будет стоить поверка счетчиков? Поверка счетчиков. Поверка счетчиков проводится бесплатно, так как у нас есть договоры. Это хорошая новость. Это хорошая новость, бесплатно. Можно не волноваться. Что делать, если показания счетчиков вдруг вызвали сомнения? И в каких случаях это может происходить? В первую очередь, если сомневаетесь в показаниях, то стоит обратить внимание на то, как работает прибор учета. Можно, допустим, сфотографировать счетчик вечером, посмотреть через сутки или через двое, как изменяются показания, когда, допустим, вы отсутствуете дома. Или утром можно сфотографировать, посмотреть, пришел после работы, посмотрел на счетчик, показания не поменялись, значит, где-то не в этом вопрос. Иногда бывают сомнения из-за неправильно использования бойлера или псевдобеде, тогда бывает переток и передавливание. Если такие есть проблемы, то стоит в первую очередь вызвать сантехника. Если сантехник говорит, что у вас все хорошо, тогда нужно вызвать контролера, он придет, посмотрит, что со счетчика, есть ли какие-то проблемы, и уже тогда даст какое-то свое заключение. Что нужно делать дальше? Это, конечно, грустная новость, что должен приходить после работы и проверять счетчики. Это первое, что хочется делать. Вот вы сказали про сотрудника Минского водоканала, который приходит и проверяет, поверяет счетчики. Поэтому такой логичный вопрос сейчас. Как отличить настоящего специалиста и сотрудника Минского водоканала от мошенника? Наши работники ходят в форме с надписью Минского водоканала. Также у них есть бейджи и удостоверение от Минского водоканала. И это, естественно, в первую очередь то, что вы можете спросить, и то, что вам должен предъявить работник, это свое удостоверение. Вот так вы и отличите. Должен ли заключаться какой-либо договор? Договор на что? На поверку счетчиков. Да, получается, когда вы становитесь собственником квартиры, вы заключаете договор на обслуживание, наказание услуг, водоснабжение водоотведения и также поверку счетчиков. Расскажите из практики, насколько часто сейчас встречаются всякого рода ухищрения, типа магнитов на счетчике, может быть, есть какие-то еще лайфхаки, о которых мы не будем рассказывать нашим телезрителям, но, может быть, встречаются в быту. И самый главный вопрос, что грозит за какие-то вот такие ухищрения со стороны жителей? Магниты встречаются крайне редко, потому что, во-первых, это должен быть очень действенный магнит, поэтому даже если кто-то повесит магнит, не всегда он может остановить прибор учета, тем более уже есть антимагнитные приборы учета, на которых есть индикатор, можно повесить, что был магнит, вы это увидите, или есть приборы учета, которые не позволяют воздействию магнита менять показания. Поэтому в данном случае, если вдруг все-таки обнаружится, что у вас магнит или какие-то вы делали манипуляции счетчиком, и это можно будет увидеть, то тогда вы будете рассчитаны по нормативу с даты последней достоверной сверки или за три года. Как говорится, нальется так нальется воды. Татьяна, вот мы уже спрашивали про мошенников, и вы немножко затронули тему, как их отличить от сотрудников Минского водоканала, а вот насколько часто действительно сейчас вот эта тема встречается, насколько часто пытаются обмануть наших граждан, и как это происходит? Ну, скажу по опыту, на колл-центр где-то раз в месяц, раз в два месяца поступает иногда один звонок с целью, что вот у меня кто-то ходит по дому, не знаю, мошенники, не мошенники, вот подскажите, что делать и как. В данном случае у нас есть список наших сотрудников, где они работают. Мы проверяем, и если действительно, да, наши работники ходят по этому дому с плановой сверкой, то тогда мы говорим потребителям, что все хорошо, можно впускать. Если вдруг все-таки наших работников там нету, вот, тогда мы отвечаем потребителю, что наши работники не проводят там работы, ну и тогда уже потребители сами решают, что с этим делать, вызывать милицию или уже просто не открывать дверь в таком случае. Ну, получается, утекает вода, а могут утеть еще и деньги. Татьяна, спасибо за то, что заглянули к нам этим утром и рассказали о том, что же такое поверка счетчиков и поделили советами, как все-таки отличить сотрудника Минского водоканала от мошенников. А мы напоминаем, что в нашей утренней студии была начальник колл-центра водосбыта Татьяна Кузнецова. Татьяна, хорошего дня. Спасибо.